Необходимость наведения порядка в сфере лесного хозяйства и лесоперерабатывающего комплекса сегодня одна из главных задач правоохранителей региона. О противодействии расхищению леса говорили 23 сентября в Управлении МВД России по Тверской области. Задачу решают совместно многие службы, но основная нагрузка по раскрытию преступлений в лесной отрасли приходится на подразделения полиции. В состоянии криминогенной обстановки в лесном хозяйстве региона начальник отдела ОЭППК региональной полиции Евгений Никитин охарактеризовал сложный. Зафиксирован рост незаконных лесных порубок на 50%, 114 против 76 за аналогичный период прошлого года. Большинство преступлений зарегистрировано в Западно-Двинском, Осташковском и Торопецком районах области. Причем выявляются как незаконные порубки, так и должностные преступления, связанные с хищением бюджетных средств в лесоперерабатывающем комплексе. С начала года выросло не только количество преступлений. Наблюдается и положительная динамика в их раскрытии. 29 человек привлечены к уголовной ответственности, 18 дел направлены в суд. В национальном проекте «Экология», действующем на территории региона с 2019 года, программе сохранения лесов уделяется особое место серьезным финансированием – более 80 миллионов рублей в год. Задачу охраны лесных насаждений решают многие правоохранительные структуры. Полиция, МЧС, прокуратура. Создана межведомственная рабочая группа. В профилактике и раскрытии преступлений применяются новые методики и разработки, в том числе с использованием космического мониторинга. В Роскосмос заключено соглашение с Министерством лесного хозяйства. Они устанавливают такие места, обрабатывают эту информацию и передают в полицию уже для проведения проверочных мероприятий. На контроле правоохранителей не только незаконная вырубка леса, но и места, где этот лес перерабатывают, для дальнейшего сбыта. А еще проверяется график необходимого лесовосстановления. Хватает забот и с землями сельхозназначения. Согласно вступившим в силу с июля 2019 года изменениям в лесном кодексе, на этих землях могут произрастать леса, браконьерское покушение на которые запрещено. В настоящее время не принят нормативный документ в правительстве Российской Федерации, который регламентировал бы четкий порядок распоряжения такими участками. Но в то же время рубки имеют место быть. Незаконные рубки леса под видом осуществления какой-то легальной заготовки. Древесина, когда земельные участки оформляются на физических лиц, как собственники участков, они занимаются расчисткой якобы этих участков от растительности. По факту на них произрастает древесина, хорошая деловая древесина. Конфискация древесины и транспортных средств, являющихся орудием совершения административных правонарушений, по мнению сотрудников полиции, результативно профилактирует преступления в сфере лесного хозяйства. За 8 месяцев года, благодаря новой методике, удалось пресечь 78 административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято почти 900 кубометров древесины и 12 единиц транспорта, ее перевозившего. Сумма наложенных штрафов превысила 570 тысяч рублей. Если вы стали очевидцем преступной вырубки леса, звоните в полицию. Телефон дежурной службы на ваших экранах. Браконьерство, так же как и другие преступления, важно пресекать немедленно, по горячим следам.